Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, вы попали на мой канал, а это значит, что наконец-то вышло новое видео. Это новый влог с моей практики, кто не знает, я прохожу практику в роддоме, это практика после зимней сессии, она у меня длится две недели, и вот пошла вторая неделя. Я думаю, что вы уже прекрасно знаете, что будет происходить в этих влогах, я буду просто вам показывать жизнь студента-медика, который проходит практику в роддоме, буду рассказывать вам интересные случаи, надеюсь, что вам это видео понравится. Поэтому я желаю вам приятного просмотра, ну а я побежала собираться. Я уже собрала свою косметичку, здесь у меня лежит хирургичка, также я беру кроксы, беру бейджик и что-нибудь перекусить, и всё, и выбегаю на практику. Вообще, каждый день практика у меня начинается в 8 утра и заканчивается в час дня, но обычно в час дня я не ухожу, я могу сидеть хоть до 4, хоть до 5, хоть до 6 вечера. Вот, поэтому всегда по-разному, если работы много, то, конечно, я задерживаюсь и остаюсь чуть-чуть подольше. Поэтому всё, ребятки, я побежала собираться, вас всех люблю. Ну что, ребята, вот что значит понедельник. Всем детей выписали, вообще никто не в отделении, как будто бы. Я зашла в ПИТ, где новорождённые лежат, вообще никого, ни одного ребёнка нет. Хотя в пятницу, когда я уходила, их было штук 40, я не знаю, куда они делись за выходные. Вот, также в родовой никого нет, никто не рожает. Я сходила вот на третий этаж, узнала, будто сегодня какие-то операции. Ничего не планируется, какой-то грустный, скучный день сегодня, походу. Ну, я надеюсь, может быть, кто-нибудь будет к нам в скорой поступать. Надеюсь, кто-то начнет рожать сегодня. Представляете, я думала, что всех малышей выписали, а они просто были на ухе. Вот, я сейчас спустилась вниз, слышу детские крики, такая, думаю, так, надо пойти посмотреть, что там происходит. Захожу, а там, ну, также, наверное, детишек пятнадцати, а я их потеряла, думала, что всех выписали. Так, значит, небольшой обзор, как выглядит родовая палата, то есть у детей всё, собственно, случается. Здесь у нас кушеточка, на которой женщина лежит, проживает схватки, также здесь мы ставим ей КТГ, этим обычно занималась я. Ну, раковина, ничего интересного. Дальше кресло, на котором женщины рожают, и вот такая вот штучка для малыша, для его осматривать неанатолог. Также здесь есть вот такая тёплая лампа, её включают, когда уже малыш появляется на свет. Я тут греюсь, потому что у меня холодно. Ну, и такой вот светильничек. В общем, как-то так, ничего интересного. Сейчас буду помогать, отвозить малышей на УЗИ, а потом на это же УЗИ поведу женщину. Сегодня какой-то безумно грустный день, потому что мне ничего не даёт делать. Вот опять же, ребят, я вам говорю, что всё тут зависит просто вот напрямую от бригады, то есть от сотрудников, которые работают в определённую смену. То есть если на простой смене меня разрешают даже осматривать дружину, то тем не менее даже не разрешают ставить КТГ. А это грустно, потому что мне надо хоть что-то делать, а то мне будет очень невесело. Я сижу засыпан просто. Так, значит, сейчас я водила женщин на УЗИ. Очень интересно, но мне нифига непонятно, потому что у меня ещё такого предмета не было. Вот сейчас у меня перерыв. Единственное, что я с собой взяла, это конфетку и сок. Потом посмотрим, что там по родовой деятельности. Если всё слабо и не будет никаких операций, то я пойду домой, потому что, ну, дай бог, чтобы они к ночи родили. Вот, поэтому смысла оставаться нет. Ничего интересного сегодня как-то не было. Но я сходила на обход с неонатологом. Вот, тоже прикольно достаточно было. Мне очень нравится. То есть там рассказывают рефлексы. Когда вот малышам какие-то диагнозы ставят, я более-менее что-то понимаю. Поэтому мне вот очень интересно. Ну что, выхожу я с кесарем. Боже, ну просто у меня глаза чернущие, пипец. Родился малыш, представляете, мне 33 неделя. Происходили роды. Вот, малыш родился всего там два с лишним килограммчика. Вот, ну всё хорошо, всё отлично. Меня, кстати, пускают в операционную только если я в бахилах, в маске, в шапочке. И если я моюсь, ну то есть руки мою точно так же, как хирурги. Ну и все эти же ночи заполняем. Всё прекрасно. Ну что, ребята, всем доброе утро. Сейчас ближе к 9 часам утра. Я собираюсь на практику, я уже готова. Как обычно, беру с собой хирургичку, дальше кроксы и что-нибудь перекусить. Обычно я беру пирожок и сок. Вот, сейчас уже буду выезжать. Вообще, у меня практика по идее начинается в 8. Но с 8 до 9 там получается пересменка, обход пациентов. Поэтому работы никакой особо нет. И вот мы с ещё одной девочкой, которая тоже в этом отделении, договорились, что будем приходить к 9 и просто уходить на часик позже. Вот, так что, в принципе, всё хорошо. Потому что обычно я приходила к 8 и до 9.30. Я просто сидела, ничего не делала, залепала в инстаграме. Вот, поэтому сегодня мне к 9. Всё классно, всё хорошо. Надеюсь, сегодня будет более активный день. И все малыши решат появиться на свет до обеда. Вот, просто надеюсь, потому что хочу попасть на естественные роды. Потому что на Кесарево я уже насмотрелась, если честно. Ну, то есть, так. Не могу сказать, что прям супер что-то интересное. Мне, конечно, более интересен естественный процесс. Вот, поэтому всё, ребятки, я уже собираюсь и выезжаю на практику. На улице так скользко, просто пипец. Мне кажется, я чуть три раза не упала, пока шла. В общем, всё, я дошла, уже на практике. Сейчас переодеваюсь и иду работать. Ну что, только пришла, сразу попала на роды. Как и хотела. Меня сейчас позвала педиатра. Это значит, что роды уже завершаются. Родился маленький малыш. Его назвали Миша. Я сразу Миша написала, что у меня тут тоже Миша родился. Это так мило, боже. Такой хорошенький, маленький, боже. Не могу просто. Сейчас на третьем тоже идёт подготовка к операции, на которую я тоже планирую попасть. Потому что больше в родзале у нас никого нет. Сейчас думаю, что схожу на Кесарева. И потом уже пойду с малышами возиться. Потому что там уже скоро начинается кормление. И нужно будет помогать. Потому что малышей у нас достаточно много. Вот в моё отсутствие за ночь родилось пятеро деток. Представляете? Сейчас я пойду кормить малышей. Готовлю смесь. Потом буду набирать шприц и кормить. Всё, смесь готова. Сейчас буду набирать шприц и кормить малышку. Я сегодня весь день просто возилась в детском отделении. Ну, точнее, утром я в полноестественные роды. Потом на Кесаревой. Потом уже возилась с малышами, кормила, пеленала. Сегодня исторический день. Я первый раз самостоятельно поменяла подгузник и запеленала ребёнка. Поэтому можете подражать мне в комментариях. Вот. Моих пациентов, которые в пятницу я их осматривала. Вот на всех родах побывала. Они все лежат у меня в одной палате. Я их очень часто захожу проведывать. И сегодня хуже всех выписываю. Классно, с одной стороны. С другой стороны, буду по ним скучать. Потому что я с ними так уже каждый день прихожу болтать к ним. В принципе, на сегодня мой рабочий день закончен. Я сейчас ещё похожу по отделению. Узнаю, нужна ли кому-то моя помощь. Если нет, то пойду домой кушать. Ну что, ребята, я уже пришла домой. Наконец-то сегодняшний день закончился. Потому что, если честно, на практике я устаю даже, наверное, сильнее, чем в университете. Потому что я больше работаю руками, ну и как бы физически. Но в то же время мне очень грустно, что совсем скоро мне придётся выходить в универную учёбу. Потому что практика мне нравится, конечно, гораздо больше. И если честно, я прям каждый раз жду, когда же у меня начнётся практика. Потому что это действительно меня очень мотивирует дальше учиться. Ребят, я знаю, что у меня здесь огромное количество зрителей, которые только планируют поступать в ВУЗ и готовятся к сдаче ЕГЭ. Я надеюсь, что за новогодние каникулы вы классно отдохнули, набрались сил, восстановились или же наоборот, очень плодотворно провели эти каникулы и хорошенько поработали. Сейчас вы выходите на финишную прямую, до экзамена остаётся совсем чуть-чуть. Поэтому нужно очень хорошо поработать, чтобы вскоре поступить в ВУЗ мечты. Для самой лучшей подготовки я хочу посоветовать вам очень классную онлайн-школу Сотка. Эта онлайн-школа готовит ребят к ЕГЭ целых 5 лет и баллы у каждого третьего ученика выше 80. Мне кажется, это вообще шикарный результат. Самое важное, что подготовка с онлайн-школой намного дешевле, нежели занятия с репетиторами. И, как по мне, даже намного эффективней. Курс из целых 4 предметов ЕГЭшных вам обойдётся всего лишь как пара занятий с репетитором. Представляете, целых 4 предмета. Если бы я сдавала ЕГЭ в этом году, я бы, несомненно, выбрала онлайн-школу Сотка. Ведь благодаря учёбе онлайн можно заниматься в своём спокойном размеренном темпе. И, конечно же, самое важное, не терять времени на дорогу, пока вы едете до какого-нибудь репетитора. Я бы, конечно, выбрала заниматься где-нибудь в кафешке с вкусненьким кофейком или же, наоборот, дома в спокойной обстановке. Также вашу домашку будут проверять кураторы, и проверка будет заниматься всего 20 минут. Ещё мне очень сильно приглянулся преподавательский состав. Ведь все преподаватели молодые, сами не раз сдавали ЕГЭ, и очень хорошо разбираются в его структуре. А это немаловажно. Очень важно начать готовиться к ЕГЭ прямо сейчас, потому что, я напоминаю, до ЕГЭ осталось совсем немного времени, и цены на обучение будут расти каждые 2 недели. Представьте, сколько вы можете сэкономить, если начнёте готовиться с этой онлайн-школой прямо сейчас. Также сейчас будет просто безумно крутая новость для тех ребят, которые так же, как и я, мечтают о собственном автомобиле. Сотка устраивает просто супермасштабный конкурс и разыгрывает автомобиль Mercedes C-класса. Розыгрыш происходит среди учеников, и чем дольше ты занимаешься в онлайн-школе, тем больше шансов выиграть. Прикиньте, как круто будет сдать ЕГЭ на высокие баллы благодаря опытным преподавателям. Поступить в ВУЗ мечты, так ещё и выиграть машину, на которой ты будешь приезжать в свой универ. Всю актуальную информацию я оставляю вам в описании. Также от меня ловите промокод на скидку в первый месяц обучения. Также для знакомства с этой онлайн-школой вы можете записаться на бесплатный пробный урок, чтобы узнать о сотке побольше. Оставляю вам все ссылочки в описании, обязательно переходите и покупайте курсы по выгодным ценам. И, конечно, помните, что ЕГЭ – это просто жизненный период, который необходимо пережить. Всем удачи и хорошей вам подготовки. Люблю вас. Всем доброе утро, ребята. Сегодня начинается мой восьмой день практики. Вот, я, в принципе, проснулась. Сейчас быстренько покушу и буду уже выезжать в роддом. Надеюсь, сегодня будет интересный, весёлый день. В принципе, больше планов у меня никаких нет. Буду по факту уже разбираться, что там сегодня нужно было сделать. И сегодня нужно не забыть взять еду, потому что вчера, блин, я забыла и ходила холодная. Ну что, сейчас пойду пройдусь по отделениям, посмотрю, где какая работа для меня есть и приступать буду уже. Сегодня вообще, по-моему, бьём рекорды ни одного человека в родовой. Первый раз такой на моей практике, чтобы в родовой не было ни одной рожевицы. Ну да ладно, сегодня буду, походу, весь день тусоваться с малышами. Сейчас я нахожусь в комнате кормления. Сегодня у меня, походу, санитарный день, потому что к нам приезжает какая-то проверка, и уже всё просто блестело идеально. Поэтому, в принципе, я сейчас протирала пыль, нигде нет пыли. Я просто ещё раз всё протёрла. В общем, всё и так очень чисто. Я просто уже вот прям реально вот косметическую такую уборку делаю. А вот здесь вот такие штучки для кормления малышей. Вот это аппарат рентгена. Делают деткам рентген. А вот здесь мы разводим с дариной смесь. Вот шприцы. И из них мы кормим малышей. Кипяточек, кипячёная водичка. Тут обычная смесь и анти... Ну, короче, кипоаллергенная. Вот так вот всё. А ещё я чувствую, что я сегодня буду вот этим заниматься. Как обычно. Ребята, что сейчас было, вы просто не поверите. В общем, сегодня была другая операционная бригада. И, получается, операцию делали другие хирурги, не как обычно. Вот оперировали женщину с рубцом на матке. В общем, там экстренно кислевую. Поэтому делали всё очень быстро. И так классно, когда уже зашивали женщину, когда уже малыш родился. Когда зашивали, мне, получается, подозвали, поставили на такую платформу. Сказали вот так вот прям смотри. Ну, как бы руки за спину и смотри. Ну, я как бы там же моюсь с хирургами, в шапочке, в бахилах. В общем, стерильные. И, получается, мне так поставили, говорят, смотри. И начали спрашивать. Я не почувствовала себя как будто на экзамене по анатолии. Мне такие говорят, вот это что? Я такая, ну, матка. Мне такие, правильно, неужели? Они говорят, а вот это что? Я такая говорю, ну, похоже на маточную трубу. Они такие говорят, нет, это круглая связка. Вот это маточная труба. А, ну, реально похоже. Вот, потом про поневрозы мне рассказывали. Вот, потом мне рассказали еще про вестеральный париталий. Лисовый брюшин. Короче, они это все показали. Я вообще в шоке. Ну, кстати, вот это, конечно, на живом человеке очень отличается, я вам честно скажу. Поэтому так, немного сложновато мне было. Но мне сказали, что я вам в детстве побыстрее соображаю. Вот так вот. Ну что, я вышла со второго кесарева уже. Первое прошло утром. Сейчас было второе. Все замечательно, все прекрасно. Все рассмотрела. Опять меня проверяли, как будто бы на экзамене. Все показали, все рассказывали. Я безумно довольна. Ну что, у нас тут ходит проверка. Но вроде все хорошо. Никаких замечаний. Все нормально. Мы тут все убрали. Идеально все было. В общем, у нас готово. Я пришла есть. Я не знаю, можно ли мне тут есть. Потому что что-то из-за этой проверки я уже в шапке хожу по отделению. Ладно, сейчас посмотрим. Покушаю быстренько, пойду дальше помогать. Так, ну что, я перекусила и иду дальше помогать. Сейчас я занимаюсь своим любимым занятием. Катаю шарики. Складываю вот сюда. Потом их стерилизуют и уже паперки разносят. Ну что, ребятки. Что хочу вам сказать. Устала. Дика. Проверка закончена. Нас отпустили домой. Ну, все, ребята, я закончила. Уже переоделась. Просто каждый раз перехожу в пижаме. Зато удобно. В общем, все. Побежала я домой. Ну что, ребята, всем добрый вечер. Я начинаю подготовку к экзамену по практике. У меня тут очень весело. Здесь лежит Миша. Он делает мне массаж стоп. Потому что у меня очень сильно болят ноги после сегодняшнего дня. В отделении. Вот. Я открыла контрольные вопросы. Знаете, что самое интересное? Что вот везде в отделении мне говорили, что я прохожу санитарную практику. На что я им говорила, что я прохожу сестринскую практику. На что мне уверяли просто. Говорили, что на втором курсе не может быть сестринской практики. В итоге я сейчас открыла просто вопросы к экзамену, собственно. И тут написано. Клиническая практика на должностях среднего медицинского персонала. А средний медицинский персонал это медсестры. Я должна была проходить медсестринскую практику. Но почему-то все вокруг считают, что санитарную. Но вопросы, которые я буду задавать на экзамене в субботу, у меня какого-то хрена. На втором курсе. Вопросы у меня сестринские. Просто зашибись. Обожаю просто свой университет, любимый. Ну зачем так делать? Просто зачем? Короче, сижу, читаю файл. Сейчас просто по вопросам разбираю, какие я знаю. То есть вот эти вот я уже посмотрела, что я их знаю. В принципе, тут совсем чуть-чуть. Я, наверное, оставлю их на завтра. Завтра просто перед экзаменом прочитаю. Тут, в принципе, ну, ничего сложного. И в основном все похоже. Единственное, у меня вопрос к 25-му вопросу. Я даже затрудняюсь на него ответить. Вообще без понятия. Здесь у меня, получается, есть такой вот файлик с ответами. Я просто его читаю и зачеркиваю тут вопросики. А мой прекрасный будущий муж, самый любимый вообще на свете человек, сейчас будет заполнять мне дневник по практике. Да, муж? Ты про кого сейчас говорила? Про тебя. Ты запомнишь мне дневник, пожалуйста? Ну и ишь. Пять тысяч. Вот так вот в семье поступают со мной. Сейчас мы еще с него пять тысяч вытребуем. Короче, сотрясем. Поэтому, чтоб не гавкал нам тут, правильно, девчонки? Правильно. Еще что? Деньги с меня какие-то требуют. Вот это вот придумал человек. На меня человек. Куда ты спать собрался? Иди дневник, пиши по практике. Человек, просыпайся. Миш, давай иди пиши дневник по практике. Он уже распечатался. Иди забирай и пиши. Я тебя сейчас скину, что надо писать. Ну, пожалуйста. Миша, не спи. Завтра еще нужно будет подписать дневник у старшей медсестры и у завотделения. И тогда все будет четко. В принципе, подготовка к экзамену у меня полным ходом. Если на прошлых влогах сессии вы думали, что на этом экзамене закончились, то нет. У меня еще остался экзамен практики. Но он легкий. Обычно, как бы, там вообще нет пересдачи. То есть, всем ставят оценки спокойно. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо. Посмотрите, моя радость сидит, пишет. Что-то там, что-то там выписывает. Пишет там. Такие хорошие какие-то. Сидит, переписывает. Ну что, ребята, всем доброе утро пятницы. Я уже в отделении. Сейчас буду ходить по этажам, смотреть, кому нужна моя помощь. Вот. Еще сегодня я последний день на практике, к сожалению. Так что сегодня мы будем с вами еще подписывать дневник моей практики. И, по идее, я сегодня должна остаться подольше. В две смеры. Ну, я не знаю, это правда или нет, но посмотрим. Я сейчас прошла по отделениям, узнала, где нужна моя помощь. И сейчас уже пойду работать. Обожаю просто, как обычно, медсестры. Беларик. Практика у меня сестринская. Что происходит в итоге? Мне просто такие говорят. Ты умеешь что делать? Я говорю, нет, не умею, покажите. Я говорю, ну, вы мне покажите, я один раз посмотрю, но буду дальше сама делать. Нет, не очень долго тебе это все объяснять, проще самой сделать. Спасибо большое. Хренедая практика. Причем врачи всегда мне помогают, всегда рассказывают, показывают, учат. Эти нет. Ни хрена. Если ты не умеешь это делать уже, и ты приперся на практику. И ты ничего не можешь делать. То все. Я пришла в свое любимое детское отделение. Тут и будут усылаться с малышами. Мы сейчас носим малышей на рентген. Забираем их из палат или из ПИТа. Идетопалаты интенсивной терапии. И несем на рентген. Мне каждый раз страшно, что малыши на меня срыгнут. Ну что? Только что вышла с кесарем. Очень интересно было. Было тазовое придвижение. Причем малыш, у него в общем ножки были прижаты к попке. Поэтому сам бы... Ну было бы очень тяжело родители. Они не знают, может быть вообще бы не родился. Поэтому делали кесарево. Вот. Очень классно. Очень интересно. Первый раз видела тазовое придвижение. Вот. Поэтому все очень круто. Я сейчас иду забирать передачку для пациентки. Сейчас пойду на обход с медитологом. Официально сегодня будет самая тяжелая смена. Потому что такого за две недели моей практики я ни разу еще не встречала. Случай очень страшный, очень тяжелый. Поэтому я сегодня остаюсь надолго. Так, пошел уже, мне кажется, час на сегодня. Мое пребывание на практике. Просто сегодня очень интересный случай. Я хочу его дождаться. Вот. Конечно, безумно грустно, безумно тяжело. Но это впервые такое в моей практике. Поэтому я обязана там присутствовать. Вот. Уже отвезла малышей на УЗИ. Делали УЗИ сердечком. Вот. И в принципе все. Надо сейчас что-нибудь найти поесть. И, наверное, буду отдыхать пока что. В предвкушении родов. Вот. Потому что у нас две женщины в роддоме. И вот одна с патологией. Что я вам хочу сказать. Работа в роддоме — это не всегда что-то разужное, прекрасное. Там здоровые, классные малыши. Нет. Это не всегда так, к сожалению. Это, прежде всего, наша профессия заставляет и вынуждает нас сталкиваться со смертью. И на самом деле это безумно тяжело. Это просто. Ну, у меня слов на самом деле нет. Вот. Поэтому сегодня действительно самая сложная моя смена. Потому что впервые я буду сталкиваться с чем-то похожим. Я не хочу вдаваться в какие-то суперподробности. Хочу, чтобы это осталось как-то без суперподробных объяснений. Просто такое бывает. Это тоже сплошь и рядом на самом деле. Но я не думаю, что в последний день моей практики такое произойдет. Поэтому в этой жизни может случиться что угодно. Берегите себя, свое здоровье, своих деток. Чтобы у вас все было хорошо. Сегодня у меня просто какая-то трэш-смена. Меня решили, наверное, добить. Помимо того, что происходит в родзале. Малыш, вот буквально там пару часиков назад. Забыл вам рассказать. Начал отдыхаться. В общем, мамочка, как я понимаю, не совсем правильно покормила ребенка. И ребенок начал у него захлебоваться. Прям посинел. Это, боже, ребята, это так страшно было просто. Сегодня просто пипец какая-то очень интересная смена. Я рада, что я осталась на полный день рабочий. Вот, получается, к нам привезли в приемное отделение афроамериканца. Афроамериканку. И она будет у нас рожать. Такого я тоже еще ни разу не видела. Это очень интересно будет. А еще сейчас все кушают. А я взяла столько пирожок, которые съела еще днем. Вот. Мне, конечно, предлагают меня там покормить. Но мне как-то неудобно. Сейчас ко мне придет Миша. Принесет мне водички. Да, к нам уже темно. Посмотрите. Вот так вот я работаю сегодня. Весь день. Сутки. Ну, еще какой-то непонятный причем захочу. Ну, ладно. У меня сплошная веселуха. Сегодня просто официальный день. Трендец. Мягко сказать. Женщина родила на кушетке. Не дойдя просто даже до кресла. Ну, все, ребята. На этой прекрасной люте я заканчиваю свою работу в роддоме. Все. Практика закончилась. Я должна была уйти в час дня. В итоге я ухожу в 8 вечера. Вот так вот. Вот так вот мы работаем, ребята. Но, на самом деле, сегодня было просто масса суперинтересных случаев. Одна женщина начала рожать прямо на кушетке. Я просто каким-то чудом была рядом, ребята. Просто вот реально каким-то чудом. Я оказалась рядом. Позвала вовремя врачей. Потому что, ну, тютериков в тютерику успели. Еще сегодня был случай. Малыш чуть не задохнулся. В общем, подавился смесью. Тоже я вот просто каким-то чудом была рядом. Схватила этого дитя. Быстро понесла в реанимацию. Откачали. Успели. Все в порядке. Девчонка здорова. Все хорошо. Вот. Конечно, есть такие случаи, где медицина бессильна. Такой сегодня тоже был. Это было очень тяжело. Но я рада, на самом деле, что и такое в моей практике тоже было. Потому что в любом случае с этим придется сталкиваться. Никуда от этого не деться. Кому-то мы можем помочь, кому-то нет. Это просто нужно принять как факт. Поэтому сегодняшний день, мне кажется, я за этот день научилась больше, чем за две недели. Вот. Были и радостные моменты, и не очень. Поэтому со спокойной душой я заканчиваю свою практику и еду домой. Ну что, ребята, я приехала на экзамен по практике. Со своим дневником. Сейчас буду заходить, тянуть билет и, собственно, сдавать экзамен. Мы сейчас все переодеваемся. Я вот уже надела халатик, переоблась. Сейчас, наверное, не пишу маску и пойду уже. Мы, кстати, вот в больнице в какой-то РЖД будем сейчас его сдавать. Ну что, сижу в очереди на экзамен, читаю всякие вопросы, и скоро будем уже сдавать. Что, ребята, это был самый быстрый экзамен в моей жизни. Все, я сдала. У меня четверка. В общем, ребята, все, это был самый быстрый экзамен в моей жизни. Сдавала я его на этой кафедре. Меня просто даже не по билету. Просто спрашивали про асептику, антисептику, про устройство в больнице. Спросили, где я проходила практику. Посмотрели мой дневник. Поставили четверку. И я благополучно еду домой. В общем, все прекрасно. Все, практика официально завершилась на этом моменте. Я выхожу на выходные. Ну, точно, я у вас, типа, каникулы. Ну что, ребята, мой экзамен по практике завершился, как вы уже поняли. Все, практика закончена. Но я понимаю, что я не рассказала вам практически ничего про вчерашний день. И, наверное, я хочу немного рассказать про мой заключительный день на практике. Потому что вчера, наверное, был тот самый день, когда я пережила все, что только можно. И я увидела все, что только можно увидеть, я увидела вчера. Вот можно было, знаете, две недели ходить на практику. Вот ходить только вчера и понять, в принципе, всю суть этой профессии. Сначала немного расскажу вам про экзамен. Потом расскажу, что было вчера. Также все подробности вы можете посмотреть уже у меня в Телеграме. Там я все вам рассказываю прям каждый день. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Значит, что было на экзамене? Просто это был самый мой любимый, самый быстрый экзамен на свете. Потому что мы просто пришли, сразу в аудиторию взяли билет и сразу пошли отвечать. То есть я вообще зашла самая первая. И, получается, экзамен у меня был 20 минут. Ну, то есть прям очень все быстро прошло. Меня просто спросили там пару вопросов. Спросили, что я вообще делала на практике. Проходила, посмотрели мой дневник по практике и все. И отпустили. Поставили четверку и отпустили. Вот, поэтому я счастливая, довольная. Приехала вот уже домой, успела покушать. Сейчас буду вам рассказывать уже про вчерашний день. Также вчера произошло просто три самых жестких случаев на моей практике. Которые вообще я не представляла, что такое может быть. Наверное, ну, вкратце расскажу про каждый. Значит, первое. Первые два случая. Это вот просто, знаете, я не знаю, как у меня так получается. Просто я оказалась в нужном месте в нужное время. И так вот было два раза за день. Честно, я не знаю, что бы было, если бы меня там рядом не было. Вот прям настолько все плохо. Первый случай. Получается, я повезла малышей на УЗИ и была на третьем этаже, забирала малышей из палат. И получается, выходит в коридор мамочка, говорит, слушайте, можете, пожалуйста, посмотреть, у меня что-то ребенок посинел. Что вы думаете? Я захожу в палату, а ребенок уже не просто синий, а фиолетовый. То есть, вот прям фиолетового цвета. Все, асфиксия, ребенок задыхается. В следствии чего это произошло? То есть, мы разводим смесь, набираем ее в шприцы и даем мамочкам, чтобы они кормили. Ну, со шприца. Шприц, он очень тугое. То есть, если переборщить и сильно надавить, то он может прям вот весь резко вытечить. Он будет резко вытекать и прям ребенку в рот. И, конечно, рот ребенка не рассчитан на такое количество за один раз. И оно, получается, идет в нос. Там чуть ли не из ушей эта смесь может вылиться. Вот. Просто меня предупреждали, когда вот учили, как кормить малышей. Которые у нас, допустим, в пите лежат. Меня обучали и говорили, что ты должна вот тут вот ставить вот так два пальца. И только вот так вот давить. И вот этими пальцами как бы фиксировать. Чтобы слишком быстро, в общем, смесь не текла ребенку в рот. Вот. И у меня как бы все нормально получалось. Мамочкам тоже самое объясняют. Но, наверное, бывают такие случаи. Я никого не хочу ни в коем случае там обвинить. Скажут, что там кто-то там плохая мать. Да вообще нет. Это понятно, что это может с любым человеком случиться. И со мной бы это тоже могло случиться. Ну, просто произошла вот такая ситуация. То есть, выходит мамочка, говорит, что там ребенок посинел. Посмотрите, пожалуйста. Я смотрю, что ребенок уже просто не синий, а фиолетовый. Что ребенок задыхается. Что у него смесь в носу, во рту. И что он действительно синий. Это было... Это очень страшно. На самом деле, я понимаю, что ребенок задыхается и умирает. Ну, я быстро сориентировалась. Знаете, самое... Вот самое нужное в таких ситуациях это не разводить панику. То есть, не орать на все отделение, что ребенок задыхается. Чтобы не пугать других рожениц, которые также лежат с малышами. Понимаете? То есть, я не имею права разводить панику. Но я должна очень быстро среагировать и помочь этому малышу. Собственно, что я и сделала. Еще на курсах первой помощи в универе нас учили. Как обращаться с грудными детками. То есть, получается, я его вот так взяла, головой сюда переложила. Ну, чтобы мордочка смотрела мне на ладошку. Вот. И начала аккуратно вот так по спинке его хлопать. И все. Когда я уже почувствовала, что смесь у ребенка выходит. Ну, потому что у меня вся рука уже в ней была. Почувствовала, что смесь выходит, что ребенок начинает кашлять. То есть, до этого момента он вообще не дышал. Когда я его так положила, чуть-чуть вот так вот, ну, спустила вот так вниз. И он уже начал кашлять. То есть, все стало хорошо, все нормализовалось. Вот. Я забрала ребенка. То есть, он уже начал кашлять. Я его в таком же положении просто молниеносно дотащила до второго этажа. Вот. И там уже отдала мне сестре. Говорю, посмотрите, пожалуйста. Я говорю, я сделаю все, что могу. Дальше помогите мне, пожалуйста. Что делать дальше, я не знаю. В принципе, я вот уже как бы все манипуляции сделала. Вот. Ну, малыша там еще потом... Есть такие специальные отсосы, насосы, которые вот так вот засовывают прям в рот малышу. И отсасывают там лишнюю жидкость. И так далее. В общем, потом малыша уже поместили в такой кувесик, в боксик. Проделали вот эти вот всякие тоже манипуляции. Все. Ребенок начал самостоятельно дышать. Стал розовеньким. И все стало хорошо. То есть, малыша спасли. И на этом все закончилось. Но просто мне месяц раз сказала, что если бы я пришла на две минуты позже, то ребенок бы умер. И вот это осознание того, что действительно в очень многих ситуациях счет идет просто на минуты, это, блин, это действительно страшно. Вот. Я просто, я не знаю, вот я и чудом каким-то оказалась на третьем этаже. Потому что там у нас обычно палаты. Вот просто обычные палаты. И просто пункт приема пищи. И все. То есть, там нет особо врачей. Почему-то там не было медсестер в тот момент. Наверное, там обход был. Ну, короче, все были заняты. Никого рядом не было. Была только я. И просто слава богу, что рядом была я. Потому что это было очень страшно. Потом я уже с мамочкой поговорила. Говорю, смотрите, такая-то ситуация. Во-первых, кормите вот так-то, вот так-то. Я все провела инструктаж. Потом я еще рассказала ей, как оказывать первую помощь, если вдруг такое повторится. И рядом никого не будет. Потом я через полчаса к ней пришла. Говорю, вы точно запомнили? Покажите. Я говорю, да, вот так и вот так. Я говорю, молодцы, все хорошо, я спокойна. Ну, потому что понятно, что женщина там без медицинского образования, конечно, не знает всех этих тонкостей. И, ну, просто моя задача научить ее, прежде всего, это делать там в домашних условиях, когда рядом вот никого нет из медперсонала. Конечно, в больнице намного безопасней, потому что врачи могут оказать квалифицированную помощь. Но такие ситуации очень часто встречаются дома. Если меня смотрят будущие мамочки, будущие родители, пожалуйста, перед тем, как рожать ребенка, пройдите курсы по первой помощи. И новорожденным, потому что, возможно, это спасет жизнь вашему ребенку. Ребят, вам я хочу сказать большое спасибо, что были со мной на протяжении всей моей практики. К сожалению, она в этом году у меня была короткая, потому что там из-за сессии, вот, и скоро начинается уже новый семестр. Поэтому большое спасибо, что даже такой маленький промежуток времени вы были со мной. Я надеюсь, что вам понравились влоги с практики, потому что вы их очень сильно любите. Я надеюсь, что эти влоги вам очень сильно понравились, что они вам были интересны, что вы получили какую-то мотивацию от меня. Поэтому на этом наш влог с вами подходит к концу. Спасибо всем большое за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых встреч в новых видеороликах. Всем пока-пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok